Привет, друзья! Меня зовут Катя, я гид в Австрии. Мы с вами находимся в Вене на прекрасной площади Марии Треви. Вон она там сидит. Сегодняшнее видео будет полезно тем, кто планирует свое путешествие в Австрию. Видео будет о приложениях. Да, я снимаю видео в тот момент, когда все границы по всему миру закрыты, но мы с вами надеемся на лучшее, когда-то границы откроют и когда-то вы точно приедете в Австрию и в Вену. И вот эти приложения, о которых пойдет дальше речь, вам точно понадобится. Итак, первое, когда вы покупаете билеты на самолет, неважно какой авиакомпании, тоже скачайте их приложение. Например, Визеер есть очень дешевые рейсы в Австрию. Вам не нужно распечатывать эти билеты, вся информация о рейсе у вас сразу в мобильнике. Ну, это как бы очевидно, да? Дальше многие из вас, прилетая в Вену, путешествуют дальше по Австрии. Кто-то хочет Хольштадт, кто-то хочет в Зайцбург, кто-то хочет на прекрасные Каринтийские озера или в Грац. И вам в этом деле понадобятся следующие приложения. Пла-бла-кар. Он наверняка уже многим из вас известен. С помощью этого приложения можно найти попутчика, который едет на своем автомобиле в какую-то точку, которую вам нужно. Между некоторыми городами таких попутчиков очень много. Например, Виноград просто каждый час десятки ездит человек, и можно за 10-15 евро проехать в одну сторону. Очень удобно для тех, кто любит общение, потому что бла-бла-кар, скорее всего, предполагает общение. Также, конечно, между городами можно ездить с помощью железной дороги или на автобусе. Итак, приложение для железной дороги это ЭББ. Ну, все ссылки я вам, конечно же, оставлю в описании к видео. Или автобусы у нас очень выгодные, это Flixbus и, следовательно, их приложение. Причем при покупке в приложении, скорее всего, вы даже получите более выгодную цену, чем при покупке на сайте. Ну, хотя бы в первый раз. Дальше. Самый очевидный совет Google Maps. Его даже не надо скачивать, он, скорее всего, уже есть в вашем телефоне. Я не буду вам советовать какие-то специальные карты. Google Maps, наверное, лучшее в своем роде. Вы вбиваете туда адрес и идете по указаниям. Дальше, чтобы передвигаться внутри города, вам, скорее всего, понадобится купить билет на общественный транспорт. Я снимала, кстати, одно видео для тех, кто первый-первый раз покупает в Вене билет на общественный транспорт. Посмотрите его, если вам полезно. Для более продвинутых могу предложить пользоваться приложениями, в которых вы можете сразу купить билет, просчитать маршрут и получить всю необходимую информацию. В Вене мне больше всего нравится программа Куанда, в Линдсе это Линдс Линьен, в Граце это Грац Линьен. Все ссылки, как обычно, в описании. Также, если вы предпочитаете пользоваться такси, то у нас оно тоже есть. Я вам также все ссылки на такси. Нужно отметить, что Uber у нас тоже есть, но Uber в настоящий момент не будет дешевле другой службы такси, потому что уже где-то год назад было решение суда таковое, что Uber не имеет права предлагать более дешевый сервис, чем лицензированные такси. Если вы арендуете свое жилье с помощью систем Booking, Airing, BNB, тоже скачайте их приложение, вам все это не помешает вашему путешествию. Я вам точно говорю. Если вам интересна культурная программа, то, вероятно, вас будет интересовать немного сэкономить на этом. И вот в Вене, например, у нас есть Vena CityCard и Vena Pass. Мне больше нравится Vena CityCard, и я сняла даже о нем отдельное видео. И я очень надеюсь, что когда вы будете смотреть это видео, даже ссылка на мою скидку будет работать, но не обещаю. В общем, Vena CityCard очень удобная, можно за какое-то определенное количество денег купить несколько входов, получить скидки в музеи, галереи, рестораны, магазины, а также ездить в общественном транспорте бесплатно. Можно купить ее как онлайн, так и через приложение. Ну, дальше, капитан очевидность. У вас наверняка уже есть все эти приложения. Это Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber. Во всем этим мессенджерам вы можете связаться со мной, мои контакты также в описании к видео. Связаться со мной и гулять со мной по Вене, Грацу или другим городам. Мы можем поехать с вами в Венный тур и так далее. Но если вы не хотите гулять с гидом и хотите просто классную насыщенную программу в Астрии, то вы также можете обратиться ко мне за организацией такого специального тура, который я разработаю специально для вас, учитывая ваши интересы, ваши возможности. Так что обращайтесь ко мне, я надеюсь, это видео было вам полезно. Плюс-минус напишите. Возможно, у вас есть какие-то свои секретики и какие-то еще особенно важные приложения. Напишите об этом в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.